Сегодня особый день в календаре памятных дат нашей страны – День неизвестного солдата. Праздник учрежден в память о пяти миллионах солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на постоянно ведущиеся поисковые работы, имена большинства из них так и остались неизвестны. Но подвиг их навсегда сохранится в памяти потомков. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Эти слова высечены на могиле неизвестного солдата в Москве. Сегодня там, впрочем, как и по всей стране, проходят памятные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата. К мемориалам и памятникам возлагают цветы, вспоминают о подвиге советских воинов. Это день благодарности всем, кто погиб на фронтах. Память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину. Но они все герои своей страны, живы в памяти людской. Поэтому важно беречь и хранить эту память, и передавать из поколения в поколение. В Славянске-на-Кубани в этом году был открыт памятник пропавшим без вести. Он представляет собой композицию из журавлей, улетающих в небо, и колокола, отлитого из гильз, собранных поисковиками на полях сражений. На мраморных плитах высечены имена солдат, павших за освобождение Славянского района. Почти 77 лет они числились в списке пропавших без вести. Кропотливая работа по сбору информации и уточнению фамилий бойцов Красной армии, освобождавшей район, велась в течение 10 лет. Были установлены имена 18 600 солдат и командиров. Имена героев-освободителей теперь увековечены. Истории их жизни и героической гибели хранятся в памяти потомков. Но много тех, кто так и остался лежать в земле без имени и почестей. Их установлением занимаются поисковики, день которых также отмечается 3 декабря. По официальным данным в Краснодарском крае не захороненными считается 560 тысяч. По сути, по большему счету, их нет ни на памятниках. Только благодаря тому, что рассекретили боевые донесения, мы теперь можем хотя бы приблизительно знать, где они захоронены. Остается у нас белым пятном около 300 расстрелянных наших военнопленных. В Анастасиевской никак мы не можем найти ни документов, ничего. И еще белое пятно – это Слободка. У нас хутор Слободка, если вы знаете. Там памятник на памятник. Сколько захоронено, неизвестно там. И документов найти никаких пока не можем. Несмотря на то, что после победы прошло уже 75 лет, война еще по большому счету продолжается. Война за установление исторической справедливости, за увековечивание памяти всех погибших бойцов. Ведь, как сказал великий русский полководец Александр Суворов, война не окончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин